Заселились в отель Арина-Р. Вот так выглядит номер. Слушайте, ну классно, цена 3550 рублей, ну прям за границей. Доброе утро, мои дорогие. Мы проснулись в Пушкинских горах в отеле Арина-Р. Вот такой вид открывается с нашего балкона. Сейчас идем на завтрак. Вчера ужин здесь был просто потрясающим. Очень здорово расписаны названия блюда. Ну классно, здорово. Сделано очень грамотно все. Только что мы позавтракали. Вот такой вид открывается с крыльца кафе. Корзинка называется. То, что такое русское название. Это кафе Корзинка. Ну и все в таком вот стиле сделано. Короче скажу так, если бы меня в школе привезли бы сюда, когда мы проходили литературу Пушкина, я бы наверное до сих пор остался бы фанатом. И всем бы говорил Пушкин, наше все. Оформлено все в стиле. Все чисто. Может быть, конечно, это пока новое. Ничего тут не могу сказать. Узнаю обязательно сколько существует этот отель. Но пока переночевав. Вчера заселившись и сегодня позавтракал. Прекрасный завтрак. Отличный, континентальный. С уклоном в русский традиционный стол. Кухня просто замечательная. Такой общий вид этой деревни. Литературного отеля. Здорово. Даже вот приехать семьей сюда на какой-нибудь праздник. Есть открытые террасы. Можно запросто приготовить что-то на улице. Кому хочется совсем экстрима, здесь есть даже такое. Но для понимания. Вот это общий вид. Вот справа кафе Корзинка. Это непосредственно сам. Литературный отель. Комплекс. Прямо посередине ресепшн. Работает круглосуточно. А вот это все номера. Ну, мы взяли двухместный. В нем все-все есть. Все, что надо. Новая сантехника. Все замечательно. Близко здесь находится практически все. И Михайловская, и Тригорская. Покинув отель Арина-Р, мы приехали в Пушкинскую деревню. Она стоит перед музеем-заповедником Михайловского. Немного изменив наш маршрут, мы решили сначала посетить дом писателя Довлатова. Ну, буквально 50 метров. Входной билет 150 рублей. И мы в доме-усадьбе Довлатова. Мы не обижаемся, а в дом-то можно за эти деньги попасть или нет? Ну, за 150 рублей. Пойдемте посмотрим, что внутри Довлатовского дома. За 150 рублей экскурсии нам не будет. Только можно зайти посмотреть. Ну, в общем, у нас тысячи домов в деревнях. Именно так и выглядит. Конечно, 150 рублей дороговато. Ну, а ничего не делается для поддержания дома совершенно. Да, его там, вроде говорят, что-то подняли, но уж совсем в плохом состоянии. Изба и обшивка. Ну, вот. Можно, кстати, почитать описание у Довлатова, когда он вселялся в этот дом и его знаменитых рассказов. Вот он возил, водит в больницу. Он помнит себя, а тут он возит и был. И не на баню, а на больницу. И так она осталась, и осталась, и осталась. Ну, антуражно выглядит. Ну, да. Посетили мы дом-музей, усадьбу Довлатова, покосившийся весь, кривой. Денег, как всегда, никто ничего не выделяет на это дело. А сейчас мы направились в дом-усадьбу Пушкина. Пешком в Михайловском. Красивый лес такой. Тихо. По дороге к дому-музею мы, конечно, не могли пройти мимо лошади. Ну, тут хороший какой-то. Немножко какой-то он волосатый. Ну, он, да, такой старенький, наверное. Ну, здоровый такой. Ну, достаточно все чисто, тихо. Много экскурсий, много народу. Много индивидуальных таких путешественников. По дороге есть выставочные залы, комплексы какие-то. Несколько в них такая камерная тишина, спокойствие. Может быть, это и к лучшему. Такой эко-отдых. Видовой. Можно подумать, что это музей Пушкина. Нет, это квартира, дом директора Пушкинского заповедника. С обратной стороны дома-музея. Не совсем туристическими маршрутами мы гуляем по Михайловскому. Мы заехали с торца. Вот открывается вид на озеро Кучане, куда впадает река Сороть. Вот так выглядит дом-музей Пушкина. В реконструкции, в лесах. Ну, я уже говорил, это стандартная ситуация для наших памятников. Но, в целом, руки здесь приложены очень хорошо. Все сделано, реконструировано, чисто рекомендуется. Обошли мы дом-музей Пушкина. Сейчас идем к мельнице. Снимать на территории можно за 200 рублей. Также есть пропуск на территорию, чтобы въехать на автомобиле. Градацию не понял, от 200 до 500 рублей. И 200 рублей стоит билет для фото- и видеосъемки. Сейчас идем к мельнице. Прогулялись до мельницы. Она стоит на берегу реки Сороть. Я от своему стыду не знаю, впадает она в озеро Кучане или наоборот. Надо почитать об этом. Бывал я на Сороть. Крыша из соломы в беседке. Остров уединения. Но уединиться там невозможно. Проход временно закрыт. Но это тоже нормально. Вот, собственно, виновник торжества. Дальше наш путь пролегает к Свято-Успенскому Святогорскому мужскому монастырю, где расположена могила Александра Сергеевича Пушкина. Пойдемте. Не знаю, по какой причине, но здесь вот кусок колокола. Смотрите, какая толщина. Ну, как обычно, вот такие таблички. Они везде. Наверное, это нормально для русского духовенства. Это внутри, за стеной монастыря. Пойдемте. Нам лавка очень понравилась. Здесь много. И что выбрать. Два чая за 115. Корица с яблоком. И... Как же он там назывался? Ну, как тебе сбить? Очень вкусно. Вкусный. Ну, смотрите. Значит, в первой части нашего фильма, когда мы были в Пскове, в Кремле, там находится скит этого монастыря. И цены на продукцию такие же, как и здесь. Это вот Столбушинский сбитень. Хлеб монастырский есть. Булочек всяких. Пирожков. Это мы уже в Тригорском. Ну, вот мы добрались до Тригорского. Тоже все здорово, все замечательно. Опять же, рекомендую, вот кто поедет сюда реально на уикенд, купить вот этот вот пропуск, который дает возможность приехать сюда на автомобиле, прям заезжать на парковке, как я понял. Это очень удобно, чтобы не бросать автомобиль где-то. Сады в Тригорском. яблоневые. Просто обалденные. Местный персонал с ведрами пошел собирать яблоки. Но здесь засилие сейчас яблок на каждом углу. Там пакетик от 50 рублей до корзинки за 100 рублей. А в Солбушинском ските Успенского монастыря мы отведали булочки с вареньем, джемом. В общем, что хотите из яблок. Это на ваших экранах дуб уединенный в парке Тригорское. не знаю уж здесь на дубе том цепь и кот ученый. Это солнечные часы. Ну, я, честно говоря, не знаю, как правильно ими пользоваться. У меня есть айфон. Вот, кстати, и написано, как пользоваться часами. В общем, без дуба уединенного никуда. Вот такие общие виды для понимания. Красиво. Вода это вот снова сороть. Река, которая здесь извивается вокруг всех парков и лесов. Такой обрыв над рекой сороть. Усадьба Осиповых вольф. Ну, тоже на реконструкции. Видовой очиститель очередной. Ну, класс, так вот прям по-русски, по-нашему, по-настоящему. На охоту сходить. Красиво. церковь церковь святого георгия на ваших экранах. Смотрите, обрыв какой сначала идет. Слева сороть и открывается дальше вид. Спустились в ров в ров хотели подойти к церкви, а тут вот так вот. В русском стиле. Вот такой вид открывается с холма, где стоит церковь. Вот это, кстати, городище Воронич называется. Не знаю, что это такое буду сам смотреть, читать. А церковь выглядит вот так. Попробуем вовнутрь зайти. В церковь попасть не удалось, зато мы ее обошли и получили вот такой нетуристический видок.